Постепенно, в первых святых источников, потом сюда подругу привела и осталась я здесь уже седьмой сезон. Я плавала там, пока лёд не встанет, на пруду. И всё, думаю, где же мы каких-нибудь моржей найти. Но моржи меня нашли сами. Попробуйте! Любители зимнего плавания Наталья Ломакина и Татьяна Романова вот уже седьмой сезон. Занимаются экстремальным видом спорта и приглашают присоединиться всех желающих. В этом году в Рязанской области прошёл первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода». У проруби рядом с ЦСКА моржи из Рязани, Новомичуринска и Московской области. Среди участников фестиваля были и совсем юные спортсмены – воспитанники детского сада номер 118. На протяжении 30 лет в Крепыше дети с удовольствием осваивают основы самооздоровления и с восторгом принимают холодовые процедуры. Конечно, всё с разрешением родителей и пожеланию самих малышей. Кстати, родители и воспитатели обливаются вместе с ребятами. Мы занимаемся с 1990 года, с 1992 года мы уже обливаемся все на улице – и сотрудники, и дети. Каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребёнок в первую очередь был здоров. Когда будет здоровье, тогда будет и образование, и обучение, и счастливая жизнь. Поэтому родители, конечно, они идут по пути здоровья вместе с нами, вместе со своими детьми. Детям это очень нравится, потому что это очень приятно, когда идёт контраст температур, это очень приятно для организма. Закаливание – это отличный способ тренировки и укрепления защитных сил организма. Самым популярным видом зимнего закаливания является моржевание. Но относиться к этому стоит ответственно. Процедура требует обязательной предварительной подготовки. В противном случае закаливание может обернуться колоссальным стрессом для организма. И вместо того, чтобы исцелить и укрепить организм, при бездумном подходе можно навредить. Я занимаюсь пять лет. Пришла в клуб в декабре месяце и сразу как бы стала плавать. Мне всегда тянула прохладную воду, встречала на крещение источники. Мне очень понравилось, я решила прийти в клуб. И здесь я осталась уже не совсем. Всем участникам организаторы подарили памятные подарки и медали. Хотя главный подарок для моржей, как считают они сами, это здоровье. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».